15 августа временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Андрей Турчак с рабочим визитом посетил город Великие Луки. Побывал на промышленных предприятиях города, познакомился с производством и пообщался с сотрудниками. На этот раз программой посещения главы региона пошел завод «Транснефтемаш», ОАО «Великоловский опытный машиностроительный завод» и ООО «Силовые машины завод «Реостат». Так как пояснил временно исполняющий обязанности губернатор Андрей Турчак, на этот раз целью его визита была смотреть ряд предприятий города, по праву называющегося промышленной столицы региона, и познакомиться с производством. В ходе беседы в трудовых коллективах Андрей Анатольевич озвучил планы подготовки к 850-летию города Великие Луки. В первую очередь это строительство путепровода через железнодорожный переезд. Тема Великоловского путепровода озвучила уже достаточно давно, но мы его вынуждены ставить в пробку на переезде. В этой связи мы сегодня задержали, чуть-чуть сбили наш график. Сразу предваряя возможные вопросы, хочу сказать, что 10 сентября у нас запланирована закладка начала строительства путепровода. В город Великие Луки прибудет министр транспорта Российской Федерации Соколов Максим Юрьевич. Я думаю, что мы вот такой подарок для города сделаем уже 10 сентября и постараемся за два ближайших года путепровод построить, чтобы вот эта проблема, когда у нас город разорван на две части, по сути, железнодорожным переездом, когда у нас кареты скорой помощи, автомобили пожарные, охраны не могут проехать. Я думаю, что эта проблема будет решена. Также Андрей Турчак пояснил, что 80% всех запланированных мероприятий. Это приведение в порядок инженерной, спортивной и социальной инфраструктуры города, чтобы сделать все более комфортным и удобным для проживания гаража. Порядка 30 позиций, внесенных в план подготовки, связанных с капитальным ремонтом или строительством. Это полный ремонт и реконструкция драмтеатра, ремонт терапевтического корпуса центральной городской больницы, решение вопроса о расселении ветки и аварийных жилых домов, капитальный ремонт образовательных учреждений, строительство бассейна.